МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 300 рублей человеческая жизнь и 23 года колонии строгого режима. Сегодня поставлена точка в деле об убийстве Ольги Швецовой, жительницы Сорска, которую искала вся республика. Эталонные оркестры на Перламайской площади столицы республики выступили военные музыканты и Министерство обороны России. Главная новость дня. Сегодня Виктор Зимин официально вступил в должность главы Хакассии. Церемония инаугурации прошла в драматическом театре в Абакане. Наш телеканал транслировал ее в прямом эфире. То, как Виктор Зимин принял присягу, жители Хакассии могли наблюдать и на Первомайской площади. Там были установлены большие экраны. Основные моменты церемонии в следующем материале. Виктор Михайлович Зимин вступил в должность главы республики Хакассия, председателя правительства республики Хакассия. Главный момент инаугурации. С этой минуты можно считать, что у Хакассии официально появился руководитель. Виктор Зимин принял присягу перед депутатами Верховного Совета и общественностью республики. Я никогда не думал, что опять буду так волноваться, когда, читая слова присяги, я буду честно служить своему народу. Это очень важно, прежде всего, для самого себя. Что ты говоришь, а тут не говоришь. Ты присягаешь своему народу, своей родной земле на служение. Ни любой человек этого не сможет просто так пережить, не пропустив через каждый нерв. Ну вот, приблизительно так. Виктор Зимин уже вступал в должность главы региона 4 года назад, но тогда его назначил президент. Я бы не сказал, что есть большая разница. Потому что твоя земля, ты обязан здесь, еще раз повторюсь, честно работать. А в том, что сама процедура изменилась, наверное, больше знаете, в чем разница? Когда ты выбираешься, ты слышишь конкретные наказы своих избирателей, вопросы, критику, то, что еще не сделал, когда тем более второй раз заступаешь на этот пост. Этот процесс очень важен. Ты за этот период, возможно, будешь и корректировать и свой курс, и курс твоей команды, с которой идешь. Потому что ты живую работаешь с людьми. Вот в этом разница. Ты чувствуешь свое население. Разрешите вручить избранному главе республики Хакасия, председателю правительства республики Хакасия, удостоверение об избрании. Во время инаугурации в зале находились члены Государственной Думы и Совета Федерации, губернаторы соседних регионов Тувы и Красноярского края, главы всех муниципалитетов Хакасии. Каждый из республиканских политиков в таком итоге выборов видит свои плюсы. Ты сегодня достиг каких-то договоренностей с действующим губернатором, потом он сменился и все остальное. Здесь стабильность. То есть сюда можно прийти на долгий, продолжительный срок и работать, и работать с нашей республикой. Я думаю, это очень полезно. И судя по своему личному городу, нашему городу Сорску, где работаю, это нас устраивает. И нам нравится работать с действующим главой. И городу развитие мы получаем только за счет того, что это общая налаженность в отношении с действующей властью. То есть нам не надо каких-то перемен. Мы за то, чтобы было стабильности. Я так думаю, что исполнительная власть, в какой-то законодательная властью республики Хакасии на ближайшую пятилетку будут работать стабильно. Необходимый для развития Ширинского района набор поручений, которые уже реализуются. И если мы их реализуем до конца, я считаю, что планы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку в Ширинском районе и будут они исполнены. Причем в полном объеме. Напомним, Виктор Зимин уверенно победил на состоявшихся в Хакасии выборах в должность главы республики. С сегодняшнего дня он вступает на пять лет. Дорогие друзья, еще раз благодарю вас за поддержку. И со своей стороны обещаю приложить все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Служу родной Хакасии и великой России. Елена Крылова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. К этой теме мы еще вернемся, а сейчас к другим новостям. Места в парламенте распределены. Сенсации не случилось. Сегодня прошла первая сессия нового шестого созыва республиканского парламента. Правда, на ней депутаты решали не законотворческие вопросы, а организационные. Кто станет спикером и кто возглавит комитеты. Заседание Ольга Стельмах. Обновленный Верховный Совет Хакасии 49 человек. Из них 19 народных избранников, те, кто не был в прошлом созыве. Позади у каждого жесткая конкуренция. В среднем 16 кандидатов на место. В итоге законодательный орган республики сегодня представляют четыре фракции. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Коммунисты России. Еще два человека прошли не по партийным спискам. Тот курс, который выработал Верховный Совет и правительство ранее, он будет сохранен. Обновление, безусловно, есть. Особенно в части партии, например, Коммунисты России, которая вообще ни в одном регионе не прошла. А у нас она набрала более 6%. Повестка первой сессии установочная. Выбрать управленческий состав Верховного Совета. Впрочем, с этим как раз-таки проблем не было. По большому счету, сенсации не случилось. Кандидатуры выдвигали неоспоримые. По итогам голосования председателя Верховного Совета Республики Хакасия избран депутат Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашев Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, примите наши поздравления и прошу вас занять ваше рабочее место. Хочу заверить о том, что постараюсь обеспечить всем доступную работу в Верховном Совете. Всем, без исключения, депутатам. Сохранил место первого зама и Юрий Шпигальских. А вот в комитетах и комиссиях произошли небольшие, но все же перемены. Из 12 человек, выбранных тайным голосованием, лишь 7 ранее входили в состав Президиума. Остальные 5 впервые будут работать на постоянной основе. Впрочем, борьба за место в Президиуме, если ее так можно назвать, все же была. Оспаривать кандидатуру Сергея Комарова в прошлом создаве уже возглавлявшего комитет по бюджету взялся Олег Иванов. Депутат сослался на необходимость обновлений и предложил, по его мнению, более подходящую персону. Я предлагаю свою кандидатуру в этом качестве. Однако, такую инициативу депутаты не поддержали, отдав вопросы бюджета и налоговой политике Сергею Комарову. Места распределены, Верховный Совет готов работать. Рассматривать и принимать законопроекты парламент начнет уже через неделю. Следующую сессию назначили на 25 сентября. Ольга Стильмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. И сегодня же сразу после сессии пришло трагическое известие. На 43-м году жизни скончался Вячеслав Лопаух. Заслуженный тренер России, директор Федерации кикбоксинга Хакасии. Отличник физической культуры и спорта страны, судья всероссийской категории, тренер высшей категории, основатель кикбоксинга в республике. Развивая этот вид спорта, он 7 раз становился лучшим тренером Хакасии, победителем республиканских конкурсов «Сердце отдаю детям», лучший наставник детей и молодежи. Вячеслав Михайлович воспитал более 50 мастеров и кандидатов в мастера спорта России, мастера спорта международного класса, 14 чемпионов и призеров первенств и чемпионатов мира, Европы, Кубков мира. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Вячеслав Лопаух являлся депутатом городского совета Абакана. В минувший единый день голосования он вновь был выбран в Горсовет и в Верховный совет Хакассии. Для работы предпочел последний. Сегодня, сразу после первой сессии парламента в новом составе, ему стало плохо. Он был доставлен в реанимацию республиканской больницы, где и скончался. У него осталась жена и двое детей. 23 года колонии строгого режима. Таков приговор вынесен на Верховном суде Республики Николаю Бажину. Молодой человек признан виновным в убийстве 32-летней Ольги Швецовой. Напомним, мать двоих детей пропала 17 января, когда на своем автомобиле отправилась из Сорска в Алчерков. Найти обгоревшую машину с телом внутри удалось неподалеку от села Устьбюрь спустя несколько дней. Позже экспертиза подтвердила, что это именно Ольга Швецова. В числе главных подозреваемых оказался ранее судимый 25-летний Николай Бажин из Устьбюря. Его Ольга, по данным следствия, увидела на трассе и взялась подвезти с работы домой. Парень похитил у женщины 300 рублей и собирался выйти из автомобиля, но Ольга сообщила мужчине о наличии знакомых в правоохранительных органах. Парень сам сел за руль и направил машину в сторону Устьбюря. Остановились в безлюдном месте, разожгли костер. Женщина пыталась образумить парня, просила отпустить ее, но молодой человек уложил Ольгу на сиденье автомобиля и задушил. Затем сжег машину. Следствие длилось более полугода. Николаю Бажину выдвинули обвинения по нескольким статьям. Хищение имущества, сокрытие другого преступления. Сегодня состоялось финальное заседание суда. Обвинение ориентировало суд на вынесение обвинительного приговора и просило определить 24 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Остались сиротами двое малолетних детей, поэтому любое наказание оно не устроит потерпевших. Говорить последнее слово в присутствии видеокамер подсудимый отказался. Когда операторы удалились, Николай Бажин принес извинения супругу и матери Оленьке, именно так он назвал свою жертву, а также своей матери и детям. Сказал, что после предыдущего пребывания в местах лишения свободы больше не желал возвращаться за решетку, поэтому до сих пор не может понять, как все произошло. И глубоко сожалеет о том, что сделал. Между тем, суд вынес свой вердикт 23 года колонии строгого режима и полтора года ограничения свободы. Кроме того, Бажину предстоит возместить семье убитой материальный ущерб в сумме 305 тысяч рублей и моральный вред 900 тысяч. А в Белом Яре сегодня начался судебный процесс по делу об убийстве медсестры районной больницы. Напомним, ровно два месяца назад Елену Артемову в центре поселка зарезал бывший муж. Дело приобрело большой общественный резонанс после того, как во время следствия предполагаемого убийцу отпустили на свободу. Жители Белого Яра даже устроили стихийный митинг в протест. Впрочем, сегодня обвиняемый появился в суде под конвоем и в наручниках. Константин Кравцов продолжит. В день убийства бывшей супруги Александр Артемов пришел к ней на работу. Когда в больнице закончилась утренняя планерка медсестра Елена вышла на улицу. Ревнивец отвел ее в сторону для разговора, но вместо слов нанес четыре удара ножом прямо в сердце. В зале суда обвиняемый появляется раньше остальных участников процесса. Со стороны Александр Артемов выглядит довольно спокойным. Несмотря на то, что он признает вину в особом порядке дело рассматриваться не будет. Чересчур дерзкое преступление. Естественно, сожалею. Если бы все вину было все по-другому. А вы у родственников прощения попытались попросить? Попрошу. Родная сестра убитая уверена, Артемов действовал хладнокровно и расчетливо. Ни о какой ревности не может быть и речи. Притом супруги не живут вместе уже шесть лет. Наталья уверяет, Артемов угрожал и другим членам семьи. Дело нужно квалифицировать как более тяжкое с более серьезным сроком. Мне не восстановить сестру, детям не восстановить мать. Этому человеку 12 лет с учетом того, что, конечно, он будет весь положительный, ему дадут удо и он отсидит там чего-то и что, какой срок он получит? 5-6 лет как за колбасу, как за воровство, как за простой грабеж, как во всех статьях пишут. Ее привозили к родителям, а он мог в стороне стоять и караулить. Он ее всегда караулил. У матери обвиняемого противоположное мнение. Она пришла поддержать сына. Тамара Артемова говорит, бывшие супруги часто общались, но исключительно обоюдно. Они встречались всегда, все время. Подарки она принимала. Он отправлял на курорт, она ездила в Таиланд два раза, в Испанию и ездила на дни рождения всей семьей. Они всегда в кафетерии встречали в Абакане. Стоит также отметить, интерес к этому процессу практически у всех сельчан. Во время следствия Артемов после попытки суицида вышел на волю, что вызвало волну возмущений. Своего поста даже лишился руководитель Абаканского межрайонного следственного отдела Владислав Чистанов. Сегодняшний процесс можно назвать как ознакомительный. Вероятнее всего окончательное решение суд примет не раньше, чем через месяц. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Новый поворот в деле Акима Чебодаева. У следователя появился еще один подозреваемый в совершении убийства молодого человека. Напомним, 19-летнего Акима Чебодаева убили 25 августа во дворе дома по улице Дружбы народов. Молодой человек вступился за свою мать, которую оскорбили мужчины, распивающие алкогольные напитки рядом с домом. О произошедшем женщина рассказала сыну. Парень направился к обидчикам матери. Началась ссора. Аким Чебодаев получил несколько ударов ножом в область груди и живота. При этом сам смог добраться до своей квартиры, но здесь и скончался. Изначально в убийстве подозревался только 27-летний молодой человек. Он сейчас находится под стражей. Между тем, сегодня круг подозреваемых расширился. Следствию удалось установить, что к убийству Акима Чебодаева причастен еще один мужчина, 29-летний житель Абакана, который также находился в квартире в момент совершения преступления. В настоящее время он задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Жители Алла, Ай в прямом смысле собирают урожай республиканской программы сохранения и развития малых сел. Мы уже рассказывали об этом небольшом поселении Аскизского района. Еще весной здесь пробивали первые колонки. До этого времени далеко не многие в деревне занимались земледелием. Ведь Алла находится посреди степи. Постоянные ветра и галичник не дают хорошего урожая. Да и воду жители совсем недавно брали из реки. Не до полива. Александр Чернов один из рискованных земледельцев. В мае по республиканской программе в его доме пробили скважину. Все лето мужчина поливал огород, а сегодня собирает первый урожай картофеля. Ну, нынешний год вообще картошка замечательная. Четыре куста и ведро. А то я даже удивился. У меня не было такого. Это шоколад поливал. И те годы я с речки поливал гидрельный насос. А это сейчас мне было трудно таскать эти шланги. Хороший урожай далеко не все перемены Алла Аев. Деревни отремонтировали и благоустроили старую школу, которая, кстати, без малого сто лет. Покрыли крышу, заменили окна и обновили фасад. В центре села сделали площадку для отдыха. Сейчас равняют дороги. Все это время курирует село Министерство науки и образование Хакасии. Возвращаемся к главной теме дня. В Абакане прошла церемония инаугурации избранного главы региона. И сегодня же на Первомайской площади прошел приуроченный к мероприятию концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Этот коллектив Хакасии выступает впервые. Настоящий военный и дирижер-генерал. Одним словом, звучащая эмблема вооруженных сил. Солисты оркестра заслужены, артисты страны, да и сам коллектив имеет признание во всем мире. Перед хакасской публикой музыканты в погонах сыграли два десятка романцев и классических произведений. Но начался концерт с торжественного марша Чайковского, который военные артисты посвятили вновь избранному главе региона. К этому часу у меня все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте вести.дефисхакасия.рф Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok